В шахматном клубе собрались 33 юных спортсмена из Шадринска, Кургана и Каргополья. Ребята начали новый сезон Кубка Табии – серии турниров, призванных объединить любителей шахмат. Представитель компании-спонсора Андрей Зараменских пожелал юным игрокам успеха и поблагодарил родителей за поддержку детей. Когда начались игры, родственники участников с интересом следили за ходом турнира. Это очень интересный эксперимент для нас, это какой-то интересный опыт, потому что мы никогда не ездили на выездные турниры. И это же так здорово посмотреть, а как дети занимаются шахматами в другом городе, а какой у них шахматный клуб, а как у них вообще проходят состязания, турниры. И поэтому у нас даже не стояло вопроса, поехать или не поехать. Лёва, ты поедешь? Конечно, я поеду. Каждое соревнование – это определенный опыт. Даже если они закончатся без побед, это опыт скопил знаний. Измена обстановки – это еще более интересный опыт, тем более поехать в другой город. Это наше первое соревнование в другом городе. Всех участников объединил спортивный азарт и любовь к одной из древнейших настольных игр. На протяжении всех партий ребятам требовалась максимальная концентрация. Турнир включал в себя 9 туров по 8 минут каждый. Шахматы развивают мозговую систему. У меня папа шахматист, дедушка шахматист. Поддерживают меня мои друзья, родственники, близкие. Первые игры проходили неудачно. Я всегда постоянно проигрывала. Но в конечном итоге я начала просто выигрывать. А соревнования мне нравятся. Я обожаю их. В своей первой игре гость из Кургана Лев Коломячук уступил сопернику. Как отмечает юный шахматист, его оппонент был чуть сильнее – всего на 5 или 10%. Потому что я должен набираться опыта и уметь проигрывать. Я увлекаюсь шахматами 2 года. Я увлекаюсь больше всего гамбитами. Например, гамбит королевский, ферзевый, гамбит моро, эрнс и северный гамбит. Это все гамбиты, которые я знаю. Это от итальянского подножка. В турнире участвовали как опытные шахматисты, так и любители, выступающие впервые. Поэтому организаторы решили отметить сильнейших среди дошкольников, учеников первых-вторых классов и имеющих шахматный рейтинг не выше 1250. В этой номинации первое место занял Глеб Михайлов из Кургана. Второе – Владимир Кондаков, школа номер 2. И третье – Лев Рыжонкин из Кургана. Первая поездка в Шадринск для Льва оставила приятные впечатления. Он маленький, но мне тут охота очень жить, и мне тут нравится. Самый мой любимый ход – это поставить мат. Это мой самый любимый. У меня началось это все с Кургана, с Ладии. Ой, с Вишенки. Меня начал учить Константин Иванович. Потом я уже начал переходить в хижину, а потом в Ладью. Мне начало нравиться, я начал уже ходить на турниры. Ну, надо учиться, учиться, играть с сильными соперниками, и потом у тебя начнет получаться. У нас дедушка играет, у нас папа играет. Ну, это уровень влюбителя. И Лёва уже сейчас, конечно, выигрывает. На порядок вышли играет. Спасибо нашим тренерам. И с Ладьей. Да, то есть мой Лёва тоже выигрывает отца и рекомендует ему читать книги по шахтам. В общем зачёте среди мальчиков замкнул тройку лидеров Александр Бородин из Каргополья. Второе место у представителя школы номер 10 Александра Парилова, а первое у Ильи Ломоносова, ученика гимназии номер 9. Среди девушек бронзовую медаль завоевала Елизавета Сычугова из лицея. Серебро – гимназистка Мария Ломоносова. И золото у Анастасии Паньковой, частой участницы соревнований из лицея номер 1. В шахматный клуб продолжают приходить новые ученики, отмечает тренер-преподаватель Павел Ушаков. И спортивный сезон 2024 года обещает быть насыщенным. У нас ещё будет скоро школьная шахматная лига. 2 марта проходить здесь среди школ. Ну, уже как бы заявились уже 8 команд, что это очень радует. Обычно с трудом набиралось 5-6, а сейчас уже даже вот в лицея там даже 6 команд заявились. Ещё такой момент есть. Лето будет. 20 июля у нас будет столетие объединения шахматной международной федерации. И там, скорее всего, тоже будут кое-какие мероприятия запланированы. По итогам первого этапа все игроки были награждены медалями и грамотами за участие. Борьба за кубок компании Табио продолжится. Впереди ещё 5 этапов, по итогам которых в конце года будут выявлены сильнейшие шахматисты. Максим Уфимцев, Региональный телеканал Город.